В республике проходит операция такси. Сотрудники ГИБДД выявляют нелегалов, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров с нарушением законодательства. Напомним, с 2012 года заниматься частным извозом можно лишь при наличии специального разрешения. Тем не менее, подавляющее большинство водителей такого документа так и не имеют. В этом убедился Антон Булаев. Особое внимание инспекторы уделяют техническому состоянию железных коней. Водители такси должны два раза в год проходить их осмотр. Транспортное средство с неисправностями ставит под угрозу жизнь пассажиров. Однако, как правило, последних такая забота волнует меньше всего. Клиент по старинке голосует рублем. Уже с начала проведения мероприятия было проверено более 30 такси, осуществляющих перевозки и оказывающих такие услуги. Выявлены такие нарушения, как отсутствие лицензии либо разрешения. Составлено порядка 17 административных материалов. Выявляются нарушения технического состояния транспортных средств. Это разный протектор шин на одной оси. Кроме того, также выявляются нарушения правил перевозки людей. Пассажир этого такси не пристегнут ремнем безопасности. Но сотрудников ГИБДД волнует другое. Лицензия, которую предъявляет инспектору водитель, выписана совсем на другой автомобиль. На другую машину лицензия? Ну, а там она действует. Она только поменяет машину и все. Она все действует. ГИБДД унексия машина? Я понимаю, фамилия-то моя, правильно. И что? У меня просто на другую машину было еще. Водитель оправдывается. Дескать, автомобиль приобрел недавно. И лицензию банально не успел переоформить. Автоинспектор не преклонен. Придется оплатить штраф за нелегальный извоз. Молодой человек, купи фотоаппарат, да? Выявить этого злостного нарушителя инспектором помог статист. Мужчину сотрудники специально привлекли для проведения данной операции. Ранее по одному из номеров молодой человек вызвал такси и доехал в нем до адреса, где извозчика нелегала уже дожидался патрульный экипаж. Мы задержали водителя, который снял перевозку пассажиров и погарали. Без специального разрешения. То есть мы доставили его сюда в отдел административной практики, на котором был составлен материал по статье 14.1.2 Кодекса об административных правонарушениях. Также было выявлено, что у него имеется неоплаченный штраф в срок по статье 12.5, часть 1. И на него также было составлено постановление за то, что у него резина не соответствует ГОСТу. По словам представителей общественной организации водителей такси, в нынешней ситуации извозчики вынуждены уходить в тень. Еще два года назад с принятием закона о частных перевозках водители активно пытались легализоваться. Сегодня этот процесс пошел вспять. Сейчас в Коми работает около 5000 таксистов. Еще не так давно около половины из них имели разрешение на частный извоз. Теперь количество добросовестных извозчиков едва дотягивает до 500. На нашем рынке получилась очень интересная вещь. У нас цены в два раза упали по отношению к другим годам. По одной простой причине, что пришли у нас некоторые сетевые службы такси, и они допингуют ценами. В последнее время резко уменьшилась зарплата водителя. Поэтому ему приходится работать по 14-16 часов в сутки. Водитель ест, пьет в машине. Он живет в машине на данном этапе, потому что, допустим, год назад он зарабатывал те же самые деньги за 8 часов. Ну, пускай за 10 часов. Сейчас у него очень большая переработка. Водитель устает. По словам Павла, сегодняшняя борьба с бомбилами малоэффективна. Операции силовиков по выявлению извозчиков-нелегалов носят временный характер. А диспетчерские службы, которые передают заказ таксисту без лицензии, чаще всего на деле не несут за это никакой ответственности. Антон Булая, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.